По факту нападения на съемочную группу РЕН-ТВ Саратов будет проведена служебная проверка. Напомню, во время съемок аварии, которая произошла на Соколовой горе, участники ДТП попытались отобрать камеру и избить сотрудников телекомпании. О том, как оказались в гуще событий, расскажут корреспондент Елена Губенкова и оператор Евгений Шейченко. Момент нападения и последовавшую за ним потасовку зафиксировал видеооператор РЕН-ТВ. В это время наша съемочная группа снимала ДТП, которое произошло на Соколовой горе. Один из нападавших был за рулем этой приоры. Он попытался повернуть и не пропустил автомобиль, у которого было преимущество. Ну так не трогайте камеру. Отходите отсюда. Ну вот, собственно, в этот момент водителю пришлось за меня вступиться, потому что мужчина в серой куртке, который был, вот, он подошел ко мне, начал мне грубить, нецензурно выражаться мой адрес, пытался выхватить камеру, потом нанес мне удар в область правого плеча. Вот, как раз подошел наш водитель и оттолкнул его. От нападавших досталось и оператору Евгению Шейченко. Один из мужчин пытался выхватить камеру и снова его ударить. Что снимает? Что бьешь меня? Дорогостоящие оборудования в суде буду показывать все это. Нападавшие явно были пьяны. От них шел запах спиртного. Не исключено, что алкоголь употребил и водитель приоры. После обращения сотрудников нашей телекомпании в полицию, зачинщика драки задержали. Сотрудниками полка ДПС ГИБДД МВД России по городу Саратову данный гражданин был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина. Поражает тот факт, что вся потасовка происходила на глазах у дорожных полицейских. Когда на сотрудника нашей телекомпании напали одновременно трое человек, инспекторы не отреагировали и продолжали исследовать место аварии, несмотря на просьбы вмешаться. Зато реакция последовала после того, как инцидент получил огласку. В руководстве МВД уже пообещали. В отношении дорожных полицейских, которые смотрели на драку и не вмешались, будет проведена проверка. Проводится процессуальная проверка в порядке статей 144-145 ГПК РФ и устанавливаются обстоятельства, а также лица, причастные к совершению данных деяний. По результатам проверки, после того, как будут опрочены очевидцы, проведены необходимые исследования, будет принято процессуальное решение. И оператор, и водитель написали заявление по факту нападения. Пока следователи будут выяснять обстоятельства потасовки, в руководстве МВД обещают узнать, почему сотрудники полиции не вмешались. Если понадобится, их накажут за бездействие.